Курица, ты с ума сошла? По такой холодине бродишь по лесу! Всем привет, ребят, меня зовут Пиксель, и прямо сейчас я нахожусь в лесу, которая находится около деревни жителей номер 13. Сегодня, ребята, очень, очень тепло, вот прям серьёзно. Я удивлён, что снег не растаял, наверное, градусов, так, ребята, ноль где-то. Очень странно, что снег всё ещё лежит, ребята, но меня не может это не радовать. И в силу того, ребята, что сейчас жирковато, мэр отправил меня на небольшое задание, ребята, нарубить дров. Для того, чтобы, ребята, там отапливать, что-то ремонтировать. В общем-то, я думаю, что вы понимаете, что в какой-то там, ребята, сильный холод я не смогу добыть деревья. Потому что там заледенеет, ребята, всё будет не так круто, как сейчас. Поэтому мне буквально вот три дерева нужно было добыть, ребята, и, в принципе, задание от мэра выполнено. Но это, ребята, отнюдь не означает, что сегодня все мои планы уже закончились. Сегодня вместе с вами, ребята, мы отправимся далеко-далеко. На поиске одной очень-очень, ребята, забытой деревни. Мне мэр по старой, так сказать, дружбе рассказал о том, что, ребята, на северном полюсе в Майнкрафте, вы представляете, такое действительно существует. Есть заброшенная заснеженная деревня, ребята. Там всё изо льда, всё из снега. И эту деревню забросили очень давно. И из-за того, что, ребята, снег там лежит круглый год, никто с вертолётов, с самолётов, ребята, не может найти. Но мэр добыл для меня кое-какую информацию, ребята, из важных документов, которые на самом-то деле являются засекреченными. Поэтому я действительно могу вам сказать, ребята, что сегодняшний ролик это действительно эксклюзив. Поэтому обязательно поставьте лайк на это видео и не забудьте подписаться на мой канал. А я, наверное, ребята, буду собираться. Не вижу смысла показывать вам, как я это буду делать. Поэтому буду уже включить камеру, как только, ребята, я буду подплывать. Да, именно подплывать скоро вы всё поймёте. Как же всё-таки приятно осознавать, что, ребята, у меня самый лучший мэр в Майнкрафте. Поверьте мне, такого добряка, как мой мэр, вы не найдёте 100%. Да, у него было много грешков, ребята, но вы посмотрите, какое чудо. Просто жесть. Никто до меня здесь никогда не бывал, ребята. И я надеюсь, тут нет никаких... Так, тихо, тихо, тихо. Блин, вода тут на самом деле очень холодная. Надеюсь, тут нет никаких диких животных, ребята, потому что я боюсь, ребята, этого не выдержу. Боже, всё в снегу, ребята. Всё полностью заснежено. Офигеть. Находится, ребята, это просто на самом большом отшибе Майнкрафта. Я сюда добирался очень долго. Сначала... Да ну нафиг! Есть, в общем-то, подождите. Сначала я добирался сюда, ребята, на такси, получается, от деревни до города. От города, ребята, я полетел с самолётом в другой город жителей. От города, ребята, номер 2, я летел вертолётом. А от вертолёта я немножечко прошёлся пешком, сел на лодку, ребята, и вуаля! Я здесь, на заброшенном, ребята, острове. Который, если я не ошибаюсь, называется Снежная долина номер 214. Не знаю, что это значит, ребята, но можете поискать в интернете. Возможно, это действительно что-то значит. Ё-моё, всё в снегу, ребята. Но на самом деле, учитывая, как сильно повезло мне сегодня с погодой, здесь деревня, на самом деле, ребята, стоит на самом неустойчивом месте, как мне кажется, прямо в горе. И это всё засыпано снегом. Я боюсь, ребята, что пойдёт какой-нибудь, я не знаю, снег, сойдёт снежная лавина. Но для начала я хочу подняться на самую вершину. И тут тоже, тоже есть дама, вы посмотрите. Это всё находится буквально на уровне облаков. Вот, можно буквально его срубить, офигеть. Так, ладно, ну и давайте, наверное, ребята, уже прикоснёмся к истории в буквальном смысле. Постараемся вместе с вами всё это дело раскопать. Так, ну-ка, проходим. О, кузница, ребята! Ё-моё, как тут всё закопано! Это просто жесть. Так, отлично. Происходит небольшая раскопочка. Осторожно, ребята, а то меня как-то раз уже снегом завалило. Ну его нафиг. Так, и сундучок! Тут есть сундучок, и посмотрите, как круто и мило. Здесь есть хлебные, ребята, какие-то пряники. Но, судя по всему, это из-за того, что это Новый год, называется это всё дело хлебом. Честно вам признаюсь, ребята, запах тут, конечно, очень-очень стойкий. Такой, знаете, ну вот, чёрствого такого заплесневелого хлеба. Но я думаю, вы понимаете, по какой причине. Также есть железный слиток, ребята, железная кирка и настоящий алмазный меч. Всё это выглядело достаточно новым, но лучше это, ребята, отдать профессионалам на так называемую экспертизу, как мы делаем с вами при каждом нашем походе в какую-либо заброшенную деревню. Тут ещё одна кузница. Что, простите? Деревня с двумя кузницами, ребята, такого я ещё не видел. Так, аккуратненько спускаемся сюда. Здесь всё завалено, но, блин, ещё сундук, подождите-ка. Тут уже, ребята, всё иначе. Ещё одно огнево. Саженцы ели, ребята, грибы, кости какие-то непонятные. Лучше их тоже возьму и следуем, так сказать. И, ё-моё, почему в этой деревне две кузницы, ребята? И тут обсидиан, так лава замёрзла, я так понимаю, или давно высохла. Но, блин, две кузницы, тем более эта расположена как-то уж слишком необычно. Это, на самом деле, очень даже интересно. Так, я не подготовил, ребята, лестницы по своей ошибке глупой. Поэтому предлагаю это сделать прямо сейчас. У меня есть семь дубов. Вообще, я их взял, ребята, для того, чтобы развести себе какой-нибудь костёр. Но, поскольку здесь сейчас довольно-таки тепло, предлагаю сделать вам лестницы. Так, выкладываем, ребята. Я думаю, что они нам сегодня точно понадобятся. Да, их немного, всего шесть штук. Но, возможно, они нам сегодня с вами не раз спасут жизнь и помогут во всяких там передрягах. Что у нас тут, ребята? Очень заваленный дом. Но внутри... Ох, подождите-ка, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Тут, вы видите, как странно очищен этот дом, ребят? То есть, окно, оно открыто. Те окна тоже открыты, не считая одного выбитого, ребята. И здесь достаточно свежая вот эта вот штука, ребята. То есть, подстилка. Возможно, всё-таки до меня здесь кто-то и был. Да, это действительно секретное место. И о нём, ребята, до этого момента ещё одна кузница. Я думал, никто не знает. Да что с этой деревней не так, ребята? Три кузницы. Три. Я такого в жизни не видел. Я двух не видел. Но три это уже вообще перебор. Так, ну-ка, ну-ка. Это очень интересно. Так, что у нас тут? Блин, всё завалило, ребята. Очень опасно тут двигаться. Но я стараюсь, ребята. Стараюсь всё по максимуму посмотреть. Так, давайте прокапываемся. Вскапываем землю, ребята. Рубим листву. Проходим вперёд. Давай, 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 давай. Пробегаем, пробегаем, пробегаем. Блин, ребята. Судя по всему, придётся либо оббегать, либо выбивать вообще нафиг окна. Так, будем прокапываться здесь, ребята. Будем прокапываться тут. Я просто должен туда попасть. Это моя цель просто, ребята. На сегодняшний момент так точно. Ё-моё, туда, походу, ребята, по-нормальному не попасть. И нам придётся с вами сейчас каким-то невидимым образом, ребята. Слушайте, можно попробовать прожечь. Можно попробовать прожечь. У меня же есть огниво. Надеюсь, я не устрою никакого пожара. Так, 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 так. Гори, гори, гори дерево. Давай, давай, давай. Мне просто нужно попасть внутрь. Блин, да что за фигня? О, пошёл пожар, ребята. Пошёл небольшой пожар. Так, вот это вот. О, дерево ломается куда проще, ребята. Отлично, отлично, отлично. Всё, можно тушить. Отлично, проходим вперёд. И офигеть, ребята. Это третья кузница, в которой лежит... Ой, фу. Гнилое яблоко, ребята. Железный слиток и ещё одна железная кирка. Входа в эту кузницу нет. Он просто-напросто завален. Посмотрите. Находиться в этом здании мне очень страшно, если честно. Оно находится на максимально странном месте. Третья кузница, ребята. Это просто жесть. Единственное, ребята, что я могу сказать, возможно, это была какая-то важная стратегическая деревня. Где, например, изобретали броню для всего Майнкрафта, а потом отправляли, ребята, в другие деревни. Но сейчас мы это, к сожалению, ребята, не узнаем. Но, конечно же, ваши догадки я жду и приветствую в комментариях. Ещё один домик, ребята. Такой домик сейчас используется в доме мэра. Ничего я здесь ломать не буду, чтобы меня не засыпало, потому что стоит он прямо в горе. Вот, обратите своё внимание, книжные полки все обвалились, ребята, а в остальном здесь ничего нет. Я бы очень хотел посмотреть, что там под снегом, но я пообещал, что не буду ничего ломать, потому что мне действительно, ребята, немного страшно. Так, давайте спустимся пониже и исследуем местность вокруг этой деревни. Я не уверен, что это слишком хорошая идея, ребята, потому что мы можем попасть на каких-нибудь, опять же, животных. Но мне действительно интересно, возможно, есть какой-то, ребята, такой же надшибе райончик, как и в нашей обычной деревне жителей номер 13. Я думаю, все вы знаете про эти маленькие домики. Блин, тут такая крутая гора, такой жёсткий подъём, ребята. Надеюсь, что я не сорвусь и не укачусь. Просто, знаете, высота тут на самом-то деле приличная. Так, паркурчик, паркурчик, ребята. Слушайте, ну, вроде как ничего я там не нашёл. Подождите, это что? Ещё одна кузница? Вы сейчас серьёзно? Подождите, проверочка, ребята. Это ещё одна кузница? Да сколько? Ребята, такое ощущение, что это не просто деревня какая-то там, ребята. А складывается впечатление, что она полностью состоит из кузниц. Так, выбираемся отсюда, ребята. Хорошо, что у нас были лестники. Ё-моё! Ребята, на самом деле, это даже немного жутковато. В том плане, что никто до сих пор, ребята, как я понимаю, тут не был. Не учитывая те, ребята, два загадочных спальных мешка в доме. И параллельно с этим тут столько кузниц. Поэтому, знаете, ребята, я, конечно, всё понимаю. Интерес, ребята, прикоснуться к истории. Но я, пожалуй, буду сваливать. Вот серьёзно. Как-то это всё слишком загадочно. И опять же, я переживаю, что на этом, ребята, странном острове находятся какие-то... Фух, ё-моё, дикие животные. Всё, погнали к воде, ребята. Я уже скрафтил лодку, как вы видите. И ну его нафиг. Поеду я обратно, ребята. Взял эту всю штуку на экспертизу. Не знаю, сколько этой деревни лет, но я тут находиться больше не хочу. Свои догадки по поводу этой деревни можете писать в комментариях. Откуда столько тут кузниц, ребята? Сколько ей лет? Да и вообще, жду вас в комментариях. Не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик для получения уведомлений о выходе новых роликов. А также, ребята, тыкайте на лайк, если вам нравится подобная рубрика. Всем удачи. Я поехал отсюда нафиг, ребята. Всем пока.